Дорогие друзья, мы сейчас с вами прочитаем небольшой отрывок из Божьего Слова и будем вместе размышлять о нем. Апостол Павел в 2 главе послания к филиппийцам пишет о Христе следующее. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Пожалуйста, присаживайтесь и тема такого небольшого вступления, такой небольшой проповеди, так и называется, самое важное имя на свете или на этой планете. В нашем современном обществе как-то все сильнее укореняется культ человека. Мы создаем звезд кумиров, которым поклоняются, которыми восхищаются, которым стараются подражать, у которых стараются учиться в конце концов. Даже личная самооценка людей сегодня формируется на основании того, насколько близко они живут или знакомы с теми или иными кумирами и звездами сегодняшнего дня. Более того, некоторые люди даже строят свою жизнь вокруг жизни своих возлюбленных, кому они поклоняются, кого почитают вокруг всякого рода звезд и кумиров, героев сегодняшнего, может быть, мира, искусства, эстрады. Но это мое такое небольшое вступление для нецерковных людей. Для церковных людей у меня немного другие слова. Некоторые люди удивляются, почему у нас в церкви нет старшего или первого пастора. Ну и на то есть немало причин, и, конечно, все они библейские причины, но среди этих многих причин есть одна основная. Вся суть в том, что место старшего пастора Русско-Библейской церкви было занято еще до открытия этой церкви. Апостол Петр в своем первом послании в пятой главе говорит такие слова, я читаю из первого стиха. «Пастри ваших умоляю я, сопастри и свидетель страданий Христовых и соучастник славы, которая должна открыться. Спасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но и из усердия. Не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, и когда явится пастри-начальник, вы получите неувидающий венец славы». Итак, Господь Иисус Христос есть глава церкви, Он же глава всех пасторов, поэтому и в нашей церкви Он есть первый или, как любят говорить, старший пастор, и мы все сопастри Ему. Итак, все это подводит нас к тому тексту, который я читал в самом начале и который лег в основу этой небольшой сегодняшней проповеди. Наш текст из послания к филиппийцам 2 главы объясняет состояние сердца Христа. Он в сущности помогает нам ступить на святую территорию, Он помогает нам увидеть состояние души Христа, настроение Его сердца, чему Он стремился, что Он желал. И вот по причине Его сердца Бог, Отец благословляет Его, почитает Христа и превозносит Его, делает Его имя выше всех имен. Почему это так важно? И здесь буквально три пункта. Во-первых, есть только одно имя, которое нас спасает и примиряет с Богом. Хотя Иисус и занимал самое высокое место во Вселенной, самое высокое положение, какое только может быть, Он был Богом. Но все же Он проявляет послушание Богу Отцу, чтобы принести искупление нам людям, принести нам примирение, удовлетворить Божий справедливый грех за наши грехи. И это было непростое путешествие, говоря современным языком. У нас в русской вот такой фольклорной, что ли, мудрости есть выражение из грязи в князе, то Господу Христу нужно было проделать путешествие наоборот. Ему нужно было оставить славу небес, оставить самое прекрасное, лучшее место во всем мире, во всей Вселенной, которое мы видим и которое не видим, и спуститься сюда, на эту грешную землю. И не просто прийти посмотреть, как мы читаем в мифотворчестве древних греков или древних римлян, но ему нужно было стать как один из людей. И не просто стать как один из людей, но нужно было занять смиренное, скромное положение. И мы знаем, что он родился весьма небогатой семье, родился не в дворце, а в Хлеву, родился не в самом значимом городе, а в одном из самых маленьких селений. Ему предстояло принести много испытаний, унижений, протестений, борьбы, и все это ради одного – исполнить волю Отца Небесного по нашему спасению, по спасению рода человеческого. Ему предстояло принять самую позорную и ужасную смерть – смерть через распятие на кресте. И умереть не за друзей своих, умереть за врагов, за нас с вами, потому что мы таковыми и были по нашим грехам, по состоянию нашего сердца, по нашим поступкам умереть за нас, за каждого из нас. Это был единственный способ, друзья, нашего спасения, для нашего примирения с Богом. Только так можно было искупить наши грехи, только так можно было удовлетворить справедливый Божий гнев, только так можно было вернуть нас обратно к Богу, чтобы мы стали с Ним общаться. Поэтому есть только одно имя, которое можно спастись, и это имя Христа Иисуса. Апостол Петр в одной из своих первых проповедей, она записана в Деянии своих апостолов, главе 4, и говорит такое слово, «Ибо нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Нет другого имени, которым мы могли бы спастись. Спасение по вере во Христа и только в Него. Поэтому и наша проповедь в церкви христоцентрична. Поэтому мы проповедуем Христа, поэтому он и есть самый главный объект нашего внимания. Апостол Павел, величайший миссионер всех времен и народов, в своем послании к римлянам говорит, главе 10, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать, что или кого, и он говорит, исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют о спасении». Нет ни соблюдения каких-то обрядов, ни исполнения каких-то ритуалов, но именно сердечная вера в Господа Христа спасает человека и обращает его к вере. Все вокруг Христа. Сам Христос является примером подлинного смирения и послушания. Его послушание не было частичным или каким-то половинчатым. Оно было сердечным, настоящим и полным. И это крайне важно. Только так могло совершиться наше примирение с Богом. Вторая причина. Потому что есть только одно имя, которое поставлено Богом выше всех имен. Интересно, что наше общество сегодня довольно сильно стало увлекаться различного рода рейтингами. Ну, кто там способнее одних, кто краше других, кто более влиятельный, кто более успешный и так далее и тому подобное. Можно сказать смело, что в рейтинге, который составлен Богом, первое место давно уже занято. И это первое место принадлежит Христу Иисусу. И наш текст поясняет, почему. Потому что Бог поставил это имя выше всех имен и подтвердит это в перспективе в будущем. Во-вторых, Бог заставит. Я подчеркну это слово. Мы, может быть, думаем о том, что Бог такой, знаете, добрый дедушка где-то на небесах. И, несомненно, Бог провел любовь ко всем грешникам, что отдал своего сына. Но придет время, когда он будет судить праведную вселенную. И вот тогда он заставит всех, абсолютно всех, преклониться перед Христом и почтить его, как Господа. Все те, которые сегодня воюют, насмехаются, игнорируют, просто равнодушны, все преклонятся перед ним. И даже наш текст говорит, что всякое колено небесных, земных и преисподних, небеса, земля и ад, все преклонятся перед Христом и признают его Господом и Владыкой всего. Итак, Бог поставил это имя выше всех имен. Бог сделает так, что всякое колено и всякий язык признает это. Почему? Да потому что, во-первых, Иисус заслужил это своими делами, своим примером, своим смирением, своим служением, своей жертвой, наконец. И, во-вторых, потому что это место принадлежит ему по праву. Он есть Господь и нет другого Господа. И когда имя Христа превозносится, когда имя Христа почитается, тогда Бог получает славу. Потому что мы, когда познаем Бога через Христа, когда мы почитаем Христа, то мы соединяемся с Божьим одобрением, которое Он здесь выказывает в отношении Христа. И тем самым мы понимаем Божий замысел. Мы начинаем действовать в соответствии с Божьим характером. И когда мы почитаем Христа, тогда Бог прославляется. И Богу сегодня нужно, чтобы церкви почитали Его Сына. И мы прославляем Бога тогда за Его мудрость, за спасение, за любовь, за милосердие, потому что мы познаем Бога через Христа. Все в этом мире по-настоящему идет ко Христу, ибо через Него ничего не начало быть, что начало быть, и все им, и для Него, и через Него создано. И в этом мире есть только одно имя, которым стоит восхищаться, перед которым стоит поклоняться, имя, которое имеет будущее. И это имя нашего доброго пастыря, нашего старшего пастыра, нашего главного пастыра, имя нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. И поэтому вывод, третий пункт. Есть только одно имя, которому стоит служить. Иисус не только показал нам пример, не только спас нас, но Он также открыл нам двери, чтобы мы стали соучастниками Его сегодняшней работы в этом мире. Бог не самоустранился, когда сотворил мир. Бог не перестал участвовать в жизни простых людей, обычных людей, любого человека. Бог продолжает активно трудиться. И сегодня мы услышим пару свидетельств, как Бог работает в жизни людей. Когда мы познаем Христа, тогда жизнь наша наполняется смыслом, счастьем, радостью, в конце концов, подлинным содержанием. Поэтому единственное правильное решение, учитывая то, что в перспективе, в будущем, всякий язык исповедует Иисуса Господом, и всякое колено преклонится перед Ним, первое, что стоит сделать человеку, это сейчас преклониться перед Ним, сейчас признать Его Господом и Спасителем в своей жизни, сейчас на самом деле обрести настоящее счастье и смысл жизни, сейчас, потому что это наступит в любом случае. Мудрый человек сделает это сейчас. И во-вторых, когда ты это сделаешь, тогда Бог приглашает тебя в невероятно лучшее приключение, какое только может быть. Он приглашает тебя стать участником, где ты можешь соучаствовать вместе с Ним в вечных делах по спасению душ людей. Ты начинаешь жить для Божьей славы. Начинаешь жить для Божьей славы так, что наша повседневность озаряется светом неба, так, что наша повседневность обретает нечто серьезное, глубокое того, чего не было прежде. Потому что наступит какой-то день, день, который знает только Бог, когда всякий язык и всякое колено признает, что Иисус есть Господь. Итак, нам нет смысла делать себе имя. Нам нет смысла почитать друг друга, восхвалять друг друга. Нам нет смысла искать славы себе, потому что наша слава не сделает нас счастливыми. Наше имя не искупит наших грехов. Прославление другими не спасет нас. Только Господь Иисус, потому что Он есть первый и последний, Он есть Альфа и Омега, Он есть Спаситель и Господь, Он добрый пастырь. И сегодня мы собрались во имя Его, и всю славу мы Ему отдаем. И мы восхваляем Его и радуемся, что не просто мы нужны Ему, но Он называет нас своими детьми, даже больше того, Он называет нас своими соработниками. И поэтому мы, Русская Библейская Церковь, радуемся, что мы являемся инструментом Божьей благодати в работе Его в этом мире. И давайте мы прославим Бога за это в нашей молитве. Отец Небесный, чем больше мы рассуждаем над чудом спасения, чем больше мы рассуждаем над милостью Твоею, которую Ты явил нам в лице Иисуса Христа, чем больше мы размышляем об Иисусе Христе, тем больше мы восхваляем Тебя, Господь, и преклоняемся перед Твоим величием, перед Твоей мудростью, перед Твоей славой, перед Твоей любовью, перед Твоей милосердием. Господи Иисусе, прими нашу хвалу. Твоё имя мы почитаем. И мы, Господь, ждём славного дня, когда Ты придёшь на эту землю, чтобы судить праведно всех людей. И мы радуемся, Господь, что мы не боимся этого суда, потому что через Твою смерть, через Твоё воскресение, через веру, которую Ты дал нам, мы сегодня можем смело смотреть на небо и говорить, «Там наш дом, там наш Бог, там наш Спаситель». Господи, благодарны Себе, что Ты обитаешь вместе с нами. Ты не там далеко на небе, Ты здесь с нами в Духе Святом. И мы радуемся, идя по жизни, и когда испытания и трудности приходят в неё, мы не оставлены, не покинуты, не забыты. Господи, благодарность Тебе, что Ты даровал нам, человекам, людям, великую честь, через наши земные инструменты, через наши земные способности и возможности вкладывать в небесное вечное. Ты даровал нам возможность проповедовать вечное Спасительное Евангелие. Господи, прими благодарность. И Господи, помоги нам, чтобы мы ещё больше прославили Тебя, чтобы Царствие Твое было ещё больше расширено, потому что наступит тот день, когда всё в мире станет Твоим Царством. И мы желаем, Господи, чтобы как можно больше людей Твоих вошло в это Царство. И мы желаем быть Церковью, которая принимает таковых. Господи, благослови нас. И пусть имя Господа Христа будет ещё больше возвеличено и прославлено в нашем собрании, в нашей дальнейшей жизни. Просим Тебя, нашего Бога, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.